Добрый день, друзья мои! Тема обсуждения сегодня – прогулочные образы лета 2021. И наш показ открывает великолепная Светлана. Быть хорошо, красиво и уместно одетой – это проявление хорошего вкуса. И это огромное удовольствие. А мы, взрослые девочки, ни в одном удовольствии не хотим себе отказывать. Сегодня мы с вами научимся, как регулировать градус нарядности и повседневности с помощью аксессуаров. Ведь мы не хотим быть ненаряженными, не хотим выглядеть тетками, но в то же время не хотим слиться с серой массой неинтересно одетых людей. Для того, чтобы слегка снизить градус нарядности и сделать образ более повседневным, прогулочным, подходят современные аксессуары из соломы или под солому. Это вот такие вот сумочки. Дальше будет обувь на танкетке и много-много-много разных еще вариантов. Обязательно смотрите это видео дальше. Это также спортивная обувь, как вариант. Иногда вы в комментариях пишите, в ней жарко, я это не приемлю, или это только подходит для спорта. Вы можете эту же идею реализовать другими средствами. Сейчас я вам покажу разные варианты. Например, вот такие лоферы без задников. Или какие-то другие очень удобные туфли. Вот, например, такие. И вот, в качестве примера, яркий эффектный образ. Шелковое платье нарядное, туфли эффектные, но сумочка слегка снижает градус нарядности. То же самое вот этот эффектный образ. Обувь на танкетке делает образ прогулочным. Он достаточно остается смелым, но все это вместе выглядит очень уместно, красиво. Именно вот на этой женщине. Показываю самую модную обувь этого сезона. Это флип-флопс или, как мы по-русски говорим, вьетнамки. Они любой образ делают таким расслабленным, прогулочным, снижая градус нарядности. И если ваша одежда слишком простая, вы можете добавить декор в эти вьетнамки. Сейчас покажу разные варианты. В том числе вот с таким вот декором в стиле Валентина. На экране несколько прогулочных образов. С вьетнамками, флип-флопсами. На разных моделях. На молодых женщинах и вот на зрелой женщине. И более классический вариант, если вам тот вариант не подходит. Напомню, что обувь и сумка одного цвета по-прежнему остается приемлемым вариантом. Показываю самое последнее изобретение. Это флип-флопсы на высоком каблуке. Образы с ними получаются очень интересными. Они не элегантны. И в то же время за счет каблучка они становятся более эффектными, более экстравагантными, что ли. В сочетании с пляжными платьями получаются более прогулочные образы, подходящие не только для курорта, не только для отдыха. Ну и напомню вам вот о такой обуви. Это обувь на высоком каблуке, но она не делает образ нарядным. Она делает его современным, актуальным, не добавляя ему излишней нарядности. Пафосности. Сейчас покажу в качестве варианта. Вот, например, платье в стиле минимализм и высокий каблучок. И флип-флопсы на высоком каблуке с откровенно такими платьями для отдыха. Но аксессуары, серьги, сумка и флип-флопсы на высоком каблуке делают образ интересным и приемлемым для города, для прогулок. Не только для отдыха. В этом блоке шелковые платья в сочетании с ненарядной обувью. Раньше было принято единство стиля. Шелковое платье, нарядная обувь. Сейчас это смешение стиля. По сути, по своей, это желание наше более рационально подойти к нашему гардеробу, чаще использовать его. Ведь шелковое платье очень практично. Но если его использовать только в качестве нарядного, оно так и провисит у нас в шкафу и будет пылиться. А вот такой вариант делает его практичным и более употребимым. А сейчас на контрасте два платья белого цвета или молочно-белого цвета, которые в зависимости от аксессуаров совершенно по-разному выглядят. Вот это с корзинкой соломиной и шарфом. И дебют у нас на канале подписчицы с ником Мила Анна. Посмотрите, какой очаровательный образ. Слегка в стиле ретро. Как элегантно она выглядит. И это в то же время прогулочный образ. И это прогулочный образ тоже, но для прогулки в парке, например. Посмотрите, как она мастерски использует аксессуары. Обязательно зайдите на ее аккаунт и посмотрите, там множество интересных образов. Согласитесь, что особое очарование этим образом придает белый воротничок. Чуть позже мы сейчас еще увидим такое же милое очаровательное платье с белым воротничком. Но не нужно думать, что вот это все будет красиво смотреться только на юной девушке. Посмотрите, наша подписчица Вера, очаровательная женщина, как она использует белый воротничок и аксессуары белого цвета. Как она свежо, интересно и современно выглядит. Она поменяла аксессуары. Платье осталось то же самое, но выглядит это совершенно по-другому. Не забываем о солнцезащитных очках. С платочком. Если женщина хочет, ничто не помешает ей выглядеть модно, современно, красиво. Ни возраст, ни вес, ни рост. Когда вы об этом пишите, посмотрите на наших красавиц, которых я все время показываю. Но разве это не лучшее доказательство, что в любом возрасте и вот седые волосы не мешают этой женщине выглядеть очень современно? И предыдущий образ на Светлане и два вот этих образа одного и того же блогера – это платье-рубашки. И я хотела бы показать на сравнении. Посмотрите, голубое с яркой сумочкой. А вот это платье само по себе уже настолько яркое и эффектное, что аксессуары такого бежевого цвета, чтобы не привлекать внимания. Если говорить об универсальности и рациональном использовании гардероба, то именно платье-рубашка позволяет максимально использовать его в разных образах. И вот сейчас мы посмотрим разные варианты с разными аксессуарами платья-рубашки. Каждая женщина с любым типом фигуры, любого веса и возраста может подобрать для себя тот тип платьев-рубашек, которые позволят ей максимально полно их использовать в разных вариантах. Это платье сейчас очень популярно. Но как по-разному оно выглядит в зависимости от аксессуаров. Бирюзового цвета сумка и обувь. И образ в меру нарядный и повседневный. Этот прогулочный образ известного немецкого блогера выглядит излишне нарядным. Насчет платья-рубашки красного цвета и обуви на высоком каблуке. Но она всегда очень эффектно одета. Это ее стиль. Очевидно, что мера нарядности у каждой из нас своя. Но очень легко потерять чувство меры. Дальше я вам покажу, как наоборот сделать свой повседневный образ более эффектным. Обязательно смотрите это видео дальше. Кроме того, бонусом покажу самую модную обувь следующего сезона, которая уже была представлена в коллекции Валентина. Его стиль резко изменился. Знакомлю вас с ближайшими планами канала. Два следующих видео будут посвящены цветным брюкам. Я расскажу вам об эффекте цветных брюк. Почему имеет смысл задуматься о приобретении или пошиве цветных брюк? Кружевные платья. Еще одна очень интересная тема. И уже начинаю подбирать материалы для анонса трендов осени этого года. Нам вовремя нужно знать о том, что будет модно. Да, вот обратите внимание на эту сумку. Рукодельницы. Если у вас есть соломенная сумка, которой вы хотите дать новую жизнь, неплохая идея. Блогер Оксана – яркий пример того, что у каждой из нас свои личные рамки, своя личная мера нарядности и повседневности. Она всегда очень эффектно одета, с огромным вкусом и в том стиле, который идеально подходит именно для нее. Что, собственно говоря, к чему должна стремиться каждый из нас. Два следующих образа с платьями Макси не выглядят излишне нарядными за счет того, что это хлопчатобумажная легкая ткань. И фасон – это платье-рубашки. Универсальный фасон. Дорогие мои зрительницы! Если это видео было для вас полезным, приятным, пожалуйста, поддержите меня не только лайком и комментарием. Может быть, у вас будет возможность посмотреть хотя бы рекламу, не пропускать ее. Согласитесь, что вот этот образ заиграл с помощью аксессуаров. И очень эффектный пример – следующий образ. Посмотрите, какое милое повседневное полосатое платье. Но за счет украшений и аксессуаров, обуви и сумочки образ выглядит в меру эффектным, в меру нарядным и в то же время приемлемым, именно как дневной прогулочный образ. Вообще клетка, полоска всегда снижает градус нарядности. Ну и сейчас обещанная обувь, показанная в коллекции Валентина. Вот она. И чуть дальше я вам покажу классические их варианты. Вот такая обувь. И не только здесь Валентина. Сейчас покажу. Вот это уже другой бренд. Комбинированная замша и кожа. Еще один вариант уже не Валентина. Вот такая обувь будет самой модной в конце лета, в начале осени этого года. И показываю классические Валентина, то, к чему мы привыкли. И дальше немного аксессуаров, которые всегда вытягивают образ, делают его более эффектным, современным, актуализируют его. Спасибо вам, что вы досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезным и приятным. Рада была этой встрече. До новых встреч. До свидания, мои дорогие.